Нина Алексеевна недавно купила квартиру в 17-м доме по улице Татарская, переехала сюда в марте. И ничто, казалось бы, не предвещало беду. Пришли пожарники, эвакуировались, постучали, вышли все на улицу. Дым оттуда шел, задымление из подвала. Ну, все, что могу сказать. Потом где-то в течение часа все это ликвидировалось, да. Ну, зашли домой. Нина Алексеевна живет на седьмом этаже девятиэтажки. Пока дошла до улицы, ей стало плохо. У женщины астма. По счастливой случайности, поблизости оказалась скорая помощь. Благодаря этому удалось избежать трагедии. Пожарные эвакуировали только первый подъезд. Валентина Жулькова живет во втором, но признается, запах дыма был и там. Ну, вот запах дыма, и мы вышли, откуда дым? В коридоре очень пахло. А мы на седьмом этаже живем? Очень пахло дымом. Где это что горело? Может быть, в подвале? На место происшествия было отправлено три пожарных расчета. По словам местных жителей, за час они справились с задачей. Официальной информации о случившемся пока нет. Но жители говорят, что возгорание произошло в подвале. При этом тот самый подвал никогда не закрывался. И тут каждый выдвигает свою версию случившегося. Кто-то считает, что виной всему стали лица без определенного места жительства, которые облюбовали помещение. Другие уверены – проводка загорелась. Разница и время происшествия. В интернет-ресурсах указано, что пожар произошел в 20.00. Жители же уверяют, что в 19.00. Если виной всему стала неисправность проводки, то статистика складывается печальная. Напомним, буквально накануне из-за проводки прошла эвакуация жильцов дома номер 4 по улице Первой Бутырки. И тут возникает вопрос. Кто должен следить за состоянием электропроводки в домах? В муниципальных квартирах этим вопросом должны заниматься представители управляющей компании. Если квартира находится в собственности, то владелец обязан проверять исправность сам. А вот коммуникации в подъездах, чердаках и подвалах являются общедомовым имуществом. За них отвечают или управляющие компании, или ТСЖ. При этом, согласно правилам содержания жилого фонда, осуществлять их осмотр обязаны регулярно.